Приветик! Добро пожаловать на мой канал! С вами Кристина. Сегодня мы будем смотреть мои последние покупочки. Их будет немного, поэтому я надеюсь, что хотя бы это видео не будет таким долгим. Если интересно, что я купила из косметики, и вся косметика практически будет бюджетной, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Приятного просмотра! Не забывайте обязательно подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и комментировать мои видео. Ну и конечно же ставить лайки. Мне от этого очень приятно. Давайте поактивней, пожалуйста. Под видео я оставлю вам ссылки на свои социальные сети. Возможно, вам будет интересно присоединиться ко мне в инстаграм. Там бывают частенько движухи, особенно в сториз. И там твиттер, группа вконтакте. Ну все, давайте начнем. Совсем недавно мы ездили в отпуск. И я в отпуске в аптеке купила себе вот такое солнцезащитное средство SPF50 от Biocon. Брей для безопасного загара. Солнечный экран с пантенолом. Он меня просто спасал. Я приехала из отпуска, совсем не загорела. Вот настолько он работал, что я не загорела практически вообще. Мне важнее теперь защита. Я знаю, какие могут быть последствия после солнечных лучей. У меня появлялась после солярия родинка прямо на глазу, при том, что я закрытыми глазами в солярии загораю. Ну вот, я стараюсь теперь защищать свою кожу. Защищал просто супер. Он белый внутри, хорошо разносился. Намного лучше, чем мое прошлое средство. Смотрите, я только что пустые баночки для вас снимала. Если вы их не видели, ссылка будет в описании. Я вам показывала там вот это средство от Green Planet. Солнцезащитное водостойкое молочко. Оно 20 SPF всего. Оно наносилось ужасно. Оно очень плотное. И мне было неприятно им пользоваться. Поэтому целая банка летит в мусорку. А вот это наносится махом. Очень быстро. На него не липнет песок. Потому что он впитывается быстренько. 400 рублей, по-моему, стоил. Может 350. SPF 50. Это вообще максимальный, который я нашла. Могу вам смело советовать. На отпуске, если видите, то берите. Далее. Недавно были в магазине. И я захотела себе новую щетку. Я пользуюсь обычными щетками. Меня это вполне устраивает. И у меня здоровые зубы. Опять же, щетки от этого меня и устраивают. Что у меня с ними здоровые зубы. И я решила попробовать новенькую для себя. Стоит она 120 рублей. От лесного бальзама взяла мягкую. Эта щетка в 25 раз бережнее для десен идет. С гималайской солью для глубокого очищения. Не знаю, напыление солевое что ли у нее или как. Но это очень странно, что она с гималайской солью. Взяла себе, конечно же, слизо цвета. В первую очередь она мне понравилась именно этим. Но описание мне ее тоже понравилось. Поэтому, собственно, я ее и взяла. Давайте ее откроем. Я ждала этого видео, этого дня. Не знаю, сколько уже. У нее очень удобная ручка. Она вообще просто сама по себе такая прекрасная. И очень мягкая. Кстати, ничем абсолютно не пахнет. С обратной стороны для меня есть актуальный гребешок такой, в котором можно очищать язык. Еще идет. Это прям плюс большой. Щеткой я пока что довольна. Надеюсь, в будущем буду довольна ей еще больше. Смотрите, какой-то здесь большой изгиб. У меня первый раз будет такая щетка с большим изгибом. В Крыму не обошлось без покупки масел. Там масла очень хорошего качества. Я о них читала много. И я не раз уже там их покупала. Купила в этот раз себе всего лишь два масла. Потому что мы летели с ручной кладью. И мне некуда было складывать все эти баночки. Поэтому взяла два самых необходимых. Во-первых, там всегда беру натуральное масло мяты. В этот раз я взяла от Дом природы. Крымская мануфактура. Вот здесь 5 мл. Очень хорошего качества. Очень хорошего. Рекомендую вам брать в Крыму. Или вообще на отдыхе эфирные масла. Они лучше, чем у нас в магазинах. Определенно. Им я уже вовсю пользуюсь. И в аромалампу. И мажусь так, если нужно успокоиться или что-то еще. И на подушку капаю с обратной стороны. И на полотенчики чистые. Супер вещь. Второе масло. Это у меня масло чайного дерева. У меня уже есть одно, но оно не совсем качественное. А, кстати, масло лаванды обошлось мне в 145 рублей. Второе масло уже обошлось мне в 120 рублей. И оно от фирмы, не знаю, я не знаю, как эта фирма называется. У них здесь не написано. Здесь тоже 5 мл. Это чайное дерево. Я решила его взять, потому что мое не совсем качественное дома. Я его наконец-то выброшу. Не помню даже, где я его покупала у нас в магазинах. Вот это, у него даже запах другой. Я нюхала в магазине. Вот это пахнет действительно чайным деревом. У меня была косметика с чайным деревом и пахло вот так. Очень хорошее масло. Должно быть по составу, по отзывам. Буду пробовать. Взяла для своей проблемной кожи. Только для кожи. Я вам в пустых баночках уже показала свою масочку глиняную. С грязью Сакского озера. И я ее привезла себе еще. Там я показала вам вот прям вот такую вот антиакне. Я взяла себе три разных. Но пробовала пока только от медформула. Кстати, не все от медформула. С антиакном. С эвкалиптом и календулой. Еще я для себя взяла глубокое очищение с экстрактом алоэ. И природное оздоровление с экстрактом мяты. Все я взяла для проблемной кожи. Пчела залетела просто. Извиняюсь. Ведь грязь Сакского озера невероятно хорошо очищает кожу. Подсушивает все, что вам не нужно. Выравнивает цвет лица. И вытаскивает всю грязь из пор. Это мне безумно нравится. Я вам рекомендую, если будете в Крыму, где-то в любом городе. Присмотритесь. Там должны быть такие штучки. Они вообще очень хорошие. И, кстати, срок годности у них небольшой. Поэтому нужно использовать их. Они очень свежие. Все практически июньского производства. Это очень хорошо. Прям очень хорошо. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Я и так ждала этого видео, чтобы уже намазаться. И я прям сегодня после работы это сделаю. Ну, раз показываю вам крымские покупчики, давайте покажу последнее. Это мыло. Я своей маме привезла, подругам привезла. И еще родственникам привезла вот такие небольшие мыльца. Себе взяла, тоже они, кстати, идут с грязью. От Медформула также. Себе я взяла крымское натуральное мыло с грязью Сакского озера. Смягчение и восстановление. С дегтем. А оно пахнет, мама не горюй. Вот так оно выглядит. Я его взяла для очищения кожи, лица. Когда укусают комары, чтобы не чесалось, помойте руки, ноги. Все места укусов дегтярным мылом. Оно быстро заживляет очень. И поэтому его рекомендую для борьбы с прыщами, для борьбы с перхотью. Это, конечно, наверное, адско на голову. Потом пахнуть будете. У меня был дегтярный шампунь. И, конечно, все хорошо, но запах не очень хороший. Я вам рекомендую такие мылицы. Я привезла много разных. Там и антиакне, и антицеллюлитное, и для зрелой кожи, для молодой кожи пилинги. Всем понравилось. И пока я не пользовалась, но я уверена, что мне понравится. Будет эффект от него однозначно. У меня закончилась пенка для умывания. Так как я не нашла в ленте того, чего мне хотелось, просто решила взять пока на пересменку себе вот такую вот гель-пенку от чистой линии, которую я уже сто раз брала. Она меня устраивает. Она очень хорошо очищает кожу. Идеальная кожа. Она стоила всего 80 или 90 рублей. Может дешевле. У нее приятнейший аромат. Текстура плотноватая, но при этом очищает лицо хорошо. Рекомендую. Еще, кстати, в ленте я купила вот такую пасту. Мне ее посоветовали. Мы с девчонками ходили в магазин с разными, и они обе обращали внимание на эту пасту. И я решила, ну ладно. Сначала подумала, что 100 рублей какая-то, наверное, дешевая, не очень хорошего качества. Но потом мне дали полноценный отзыв на нее, и я решила, что да, я хочу ее попробовать. Я взяла себе смаракуйя. У нее 4 разных вида. И я даже не видела, какая она. Она такая, знаете, она сочно пахнет. Пахнет мятой и маракуйей одновременно. Интересный такой аромат. Яркая, оранжевого цвета она. И с черными частичками. Вот эти частички в пасте, они очень жесткие. А паста сама похожа на мед или такую вот карамель растопленную. Буду пробовать, потом в хостых баночках обязательно вам ее покажу. Это фирма Pure by President, видимо, от компании President. И она, кстати, тоже не тестируется на животных, как и половина косметики, которую я вам показала до этого. Недавно в ленте я увидела для себя новый продукт от компании Vitex. Это черная маска-пленка. Все уже про нее сняли видео, тест-драйвы, как ее приготовить самой. Заказывали ее с Китая, не с Китая. Покупали у разных корейских марок. Я решила тоже себе взять попробовать. И вот она немножко неожиданно действовала на мою кожу. Это угольная линия, блэк-лен, черная маска-пленка для лица. С активированным бамбуковым углем. Адсорбирует и выводит загрязнение. Токсины и излишки кожного жира вытягивают черные пробки из пор. Сужают расширенные поры, делая их менее заметными. Не сушит кожу. Кожа действительно не сушит и действительно достает абсолютно все. Я на следующий день проснулась, и все, что у меня было под кожей, стало на моей коже, собственно. Особенно вот в этой части. Она, с одной стороны, хорошая. Она не дрет лицо. Здесь всего 75 мл, но она расходуется экономично. Я использую ее раз в неделю. Это прям такая ядерная бомба. То есть вы наносите, и у вас достается практически все. Это все черные точки с носа. И повторюсь, при этом она не сдирала у меня кожу. Удаляла, да, волоски, но это было не больно. Ее снимать было практически вообще безболезненно. Я вам ее могу советовать, попробовать. В районе 100 рублей она всего стоит. Недавно ходила на свадьбу, поэтому я решила запастись вот таким вот небольшим арсенальчиком. Перед тем, как я купила маску, вот эту вот маску я уже купила после свадьбы, а перед тем, как пойти на свадьбу, я решила попробовать очищающие полоски от лап. Они очищают и сужают поры. Пока неоднозначно у меня от них мнение. Я использовала всего два раза, потому что после свадьбы прошло буквально две недели всего прошло. И как-то первый раз, когда одела, ну там, знаете, нужно, во-первых, прочитать правильно, как пользоваться ими. Нужно намочить себе вот здесь вот всю зону, промокнуть салфеткой и сделать эту салфетку. Салфеткой обычной, а потом очищающей полоску, это не салфетку. Вы ждете 15-20 минут, а затем сдираете. Это, во-первых, отскебольно, во-вторых, когда я это делаю, ее нужно одновременно с двух концов, с двух краев делать. И у меня вся клейкая вот эта непонятная штука осталась вот здесь вот. То есть мне убрало только с носа и немножко вот здесь. Но не все убрало. Но я думаю, ладно, первый блинком. Второй раз убралось получше. Убралось и здесь, и всюду этих следов не осталось. Кстати, смылось это достаточно быстро, но все-таки неприятно, что так произошло. Пока я не могу вам советовать, в пустых баночках расскажу, стоит оно того или нет. Возможно, это именно у этой фирмы не так хорошо работает, но попробую еще раз, скажу несколько раз и потом вам расскажу. Далее. Обязательно такой вечерний, свадебный, подружечий, невестный макияж нужно носить на базу. У меня базы не было. Мне без базы было хорошо. Я использовала как базу сыворотку, либо у меня были прям какие-то праймеры сыворотки, либо праймеры-кремы, которые я использовала как базу. А тут я решила пойти и купить от Catrice за 400 рублей базу. Она называется Primant Fin. Это матирующая база. Здесь 30 мл. Она беленькая, не липкая. Очень хорошо выравнивает кожу. И у меня отлично на нее ложился макияж. Макияж продержался на лице целый день, поэтому я могу вам ее рекомендовать. Ну и последнее, что я вам покажу, тоже купила в преддверии свадьбы. Это был закрепитель макияжа. Я насмотрела с блогеров и тоже мне захотелось закрепитель макияжа. У меня такой красивый хвост, и я его почему-то скрываю за своей головой. Не так же вот мне сидеть. Я увидела этот спрей. Я думала, была не была. Давайте попробую. 200 рублей он стоит. Парфюм лидер и даже, наверное, 159 по акции был. У компании Nova Suite Fix Makeup кокосовый. Он очень вкусно пахнет кокосом. Прея закрепитель макияжа. Комплекс флекс на кокосовой воде. Фиксирует макияж, освежает, увлажняет, кожу устраняет. Излишнюю напудренность. Не содержит алкоголя и не содержит парабенов. Здесь 100 мл. На тушь я вам не рекомендую его использовать. Когда первый раз я его использовала еще до свадьбы, у меня потекла вся тушь. Уже в день свадьбы, собственно, когда я нанесла свой макияж, я зафиксировала спреем, только потом накрасывала ресницы. Макияж держался очень долго. Так что эта штучка пока нравится мне. Ну, я позже еще в пусых баночках или где-то в собиралочках. Кстати, если вы хотите собиралочку какую-нибудь или макияж, пишите обязательно под видео. Я сниму. Для вас у меня уже есть одно видео, где мне написали, хотят посмотреть, как я делала макияж. Давайте, если интересно, то еще раз напишите и сниму, и там покажу в действии и вот эту штучку, и вот эту штучку. И даже покажу вам вечером, что осталось от моего макияжа, когда я их использую. Возможно, просто вечерний какой-нибудь макияж сделаю для вас. Не знаю, сами смотрите, пишите. Ну, а у меня все. До свидания.